всем привет дорогие друзья и сегодня мы приехали знаете куда знаете на какие съемки конечно нет и приехали в московский зоопарк для того чтобы снять животных в тепловизор а взяли мы для этого вот такой вот тепловизор аркон альфа ht 50 на 640 матрицы у него очень крутая детализация кстати об арконов у нас был снят большой выпуск вот здесь вас будет оставлена ссылочка можете кликнуть и посмотреть большой выпуск про арконы вот что будет дальше дальше мы пойдем по вольерам посмотрим те кто не за стеклом на животных видят тепловизор этих животных и расскажем немножечко покажем в общем не переключайтесь обязательно подписывайтесь так первая локация при входе в зоопарк это пруд с уточками которые мы видим вот можете понаблюдать здесь разные дистанции для наблюдения есть плавают как одиночные уточки так и группами вот там мы видим вдалеке домика рядом с ними такие черные пятна это фламинго до них метров 300 350 их очень неплохо видно вон они ходят можем сейчас приблизить их на цифровом зуме посмотрим ну конечно цифровой зум это так себе такая сразу пикселизация возникает не очень вот это максималка все трясется сразу вот так поприятнее конечно когда отдаляешь на этом суточками мы закончим а сейчас покажу вам еще режимы которые есть на арконе вот это красный горячий можете посмотреть вот выделяются уточки все нагретые объекты сильно белый горячий просто как черно-белая картинка черный горячий инвертировали он там лебедя видно ну это мой любимый слияние цветная картинка он как-то прям интересно выглядит так чуть-чуть приблизились к водоплавающим чтобы посмотреть на детализацию вот так выглядит это вблизи передвигаемся в другую часть парка поближе к фламинго покажем как их видно через тепловизор кстати вы замечаете что все птицы какие-то низкой температуры вот там вот видно что фламинго он такой синего оттенка значит он холоднее а другие вот там есть где на солнышке греются они более теплые вот расправил сейчас крылышки сейчас подойдем к ним поближе ну вот мы подошли поближе к фламинго вы можете даже слышать их немножко вот как я и говорила не все разного оттенка в тепловизоре какие-то нагретые вот на солнышке стоят тут очень неплохая картинка на аркон я вам хочу сказать прям снимаем в мире животных на тепловизор очень красивые создания вот так чуть-чуть фокусируемся на дальних вот вот так это выглядит сейчас покажу еще здесь режимов несколько как их видно вот так фокусируем вот красный горячий видите красные крылышко у этого видно а эти черные эти белые белый горячий черный горячий пересвет такой получается и слияние мое любимое вот это у нас были фламинго познакомились с ними идем дальше пока мы движемся к следующей цели здесь очень много вольеров которые за стеклом вот поэтому некоторых животных вы просто даже не сможем показать их тепловизор поэтому будем смотреть тех которые будут просто в вольерах вот мы подошли к новому вольеру сейчас мы дадим 5 секунд чтобы вы угадали кто здесь вообще у нас находится вот можете посмотреть вот там вот вдалеке еще сидит и вон там еще парочка это у нас слова красавчики сидят идем дальше ну подошли мы к следующему вольеру где не обнаружили стекла и кого мы видим 5 секунд на раздумья ну конечно же это очевидно это жираф тут оказывается нам сказали что он находится сейчас на специальном рационе диетическом я не знаю для чего вам эта информация но вот теперь вы знаете вот так вот выглядит жираф подошли мы чуть-чуть поближе вот так вообще непонятно на самом деле кто это вблизи через тепловизор он тот отворачивается то поворачивается моськой своей подошли к следующему вольеру это у нас как вы думаете кто это кондор такая огромная птица чуть подальше от кондора мы прошлись и здесь увидели степного орла вот он там свою добычу доедает можете посмотреть вот так вот а если поднимемся чуть-чуть повыше вон там вот сидят тоже два теплых орла красавчики вот сейчас мы подошли к загончику с северными оленями посмотрите какая детализация у аркона вы можете отличить самку от самца потому что это очень важно на охоте и вы наверное как опытные охотники знаете что отстреливать самок запрещено вот вот так выглядят самочки тепловизор кажется на самом деле что это коровки лежат жуют там что-то сейчас попробуем показать их поближе вот подошли немножко с другой стороны сейчас наведем резкость вот самочка там лежит самец вот еще девочка лежит вот так они выглядят в тепловизор наслаждаются отдыхом а мы идем дальше подошли мы к другому вольеру и даем вам несколько секунд определить что же это за животное и это дорогие друзья овцы бык вот сейчас так вот он обедает кушает травку переведем их тут несколько вот он самый большой самый большой сидит тоже обедает чуть по отдаль можно еще одного увидеть он правда стоит к нам явно не передом ну а мы пойдем дальше смотреть в тепловизор животных мы подошли к вольеру как вы думаете с кем конечно это очень легко это слон вот так он выглядит в тепловизор он кстати не выглядит тепленьким он такой я бы сказала даже холодный вот дети пищат из восторга съемочная группа тоже вот так он выглядит в тепловизор бивни все видно вообще очень хорошая детализированная картинка думаю если бы мы отошли дальше то его бы тоже очень хорошо было бы видно все мы двигаемся дальше по пути нам встретился еще один вольер с птицами как вы думаете кто это даем несколько секунд смотрите какой красивый что и это у нас журавль у него тоже видите обед кушает сразу прошу прощения за тряску которую приходится вам видеть потому что снимаем с рук тепловизор тепловизионный прицел не ставится на штатив поэтому вот что имеем но это очень интересно понаблюдать животных разных видов тепловизор идем дальше вот подошли к другому вольеру и здесь у нас волк вот дети восторженно отзываются вот там вот он красавчик в зарослях посмотрите только какая детализация сразу видно что дикий зверь ну что идем дальше только мы хотели уйти как этот чудо зверь решил решил искупаться решил прыгнуть в воду и поплавать вот вот так вот так вот выглядит мокрый волк всем спасибо за внимание идем дальше следующий вольер рядом с волками это кто бы вы думали я вот бы в тепловизор кстати не догадалась кто это вот мне похоже на очень большую крысу как будто я ее сблизи снимаю под микроскопом а это у нас на самом деле настоящий бобер у них здесь можно посмотреть кстати в тепловизор видно их сооружение вот они они там вон дальше еще один вобрик сидит вот можно его снять часть экспозиции находится за стеклом но мы нашли где посмотреть через тепловизор вот так что вот так выглядят бобры через тепловизор а сейчас мы подошли к другому вольеру как вы думаете кто это очень человекоподобные вон там еще сидят несколько это конечно обезьянки вот так они выглядят в тепловизор вот пошел вот так попрыгает вот так весело покачается ну скажите что это не умные умные звери а мы пойдем дальше смотреть кого же еще можем увидеть в тепловизор только хотели отойти а тут под нами вот сидит еще одна маленькая обезьянка чуть чуть поближе и можно рассмотреть прям очень детализированно ее рассматривает рассматривает людей интересно кто мы для них наверное это мы большие тупые обезьяны для них а не наоборот очень миленькие все теперь точно идем дальше а пока мы шли к другим вольерам мы тут заприметили чайку которая прям при нас из воды вытащила огромную рыбу вот она пытается сейчас с ней расправиться может наблюдать кажется ты поймала рыбешку не по размеру видите рыба пытается сопротивляться очень интересные вещи можно увидеть даже в зоопарке вот это вам раздолье чайки вот это здесь рыбное место ну куда-то потащила ладно оставим чайку с обедом а дальше сами пойдем искать еще кого снять подошли к следующему вольеру у нас здесь горные козлики вот отдыхают лежать пошел куда-то один представитель в чащу сейчас попробуем найти его с другого ракурса и показать вам а вот выполз поближе козлик ой прям к нам идет ну привет пошел кормиться пошел кормиться там вон кормится большой горный козлик вот видите такие у него огромные рога в общем обошли мы этот вольер и тут оказалось очень много козлов козликов и они все отдыхают в камнях и кстати тепловизор очень нам помог найти некоторых из них вот данного козленка я нашла с помощью тепловизора потому что его невооруженным глазом практически незаметно на камнях вот так вот он выглядит а мы идем дальше шли мы значит шли и увидели еще одного мэлмана и вон там бегают марти видите прям видны даже полосочки это понятно кто в зоопарке водятся зебры о ну конечно застали в самый неподходящий момент и мэлман в общем жираф и зебра дружат в одном вольере вот так вот сейчас попробуем подойти и снять зебру поближе ну а жираф вот очень медленный не очень хочет он общаться видимо с людьми стоит там один и занимается собой пойдемте поближе попробуем посмотреть подошли немножко поближе к зебрам вот они трутся чешутся смотрите как хорошо видно детализацию даже полосочки видны в тепловизор вот так вот выглядит зебра в тепловизор вон там вдалеке еще одна тусит а мы идем дальше посмотреть есть ли еще кого-то зацепить в тепловизор дошли до вольера как вы думаете кого вот попробуйте угадать по одному лежачему телу кто это лежит я бы вот не поняла если честно большая крыса большая крыса да медведь лежит на самом деле думали он тут будет ходить но кажется его настроение не совпадает с нашим и поэтому он лежит отдыхает лежит на солнышке и греется поэтому мы пойдем дальше подошли к следующему вольеру и это у нас кто это вербы лиуды лежат тоже что-то жуют отдыхают не очень они общительны в такую жару у нас сейчас почти 30 градусов вот и наконец-то началось лето поэтому мы решили выбраться и поснимать животных в тепловизор но они на это не рассчитывали поэтому вот хотя бы вот так мы можем посмотреть на них так что вот смотрите как выглядит этот жираф ой жираф простите верблюд в тепловизор пойдем дальше подошли к следующему вольеру и увидели вот такое вот чудо животное как думаете кто это это у нас сичуанский токин пишут что это похож на быка вот можете даже видеть что он похож на быка но это родственник на самом деле барана вот очень мало изученное животное вот так он выглядит в тепловизор пойдемте дальше вот подошли к следующему вольеру и наконец-то единственный котик который не за стеклом но который не очень-то и хочет чтобы на него смотрели он просто лежит и отдыхает как думаете что это за котик это азиатский лев и его тоже удалось обнаружить в тепловизор он сейчас спит наверное он не будет бодрствовать пока мы его снимаем но пусть спит посмотрели и пошли дальше пошли мы дальше и наткнулись на родственников зебр не будем долго томить естественно вы и сами видите кто здесь обитает это коняшки их здесь кстати очень много вольере прям очень много из них издают разные звуки вон там вот видите много сейчас настроим фокусировочку вот идет вот большие кстати коняшки здесь ну недолго посмотря на коней вот там в тенечке которые стоят они не очень-то и выделяются цветом синие стоят синие кони все пойдем дальше возле коней обнаружили вот такое вот животное как вы думаете кто это нет нет это не козел это у нас барабанная дробь антилопа видите какие у нее рога можно даже увидеть переход температур от горячего к холодному вот вот так выглядит антилопов тепловизор идем дальше а вот тут есть вольер который остеклен но вверху сетка и как вы думаете кого мы тут заприметили вот они два голубка сидят сидят воркуют и это лемуры наверное они на расстоянии метров 100 от нас и нам очень повезло что они не за стеклом вот так вот они выглядят в тепловизор резкость у нас хорошо настроена и видно их тоже неплохо хотя бы шевелятся не спят вот а мы идем дальше и последний на сегодня зверек вот такой вот как вы думаете кто это нет не вот этот голубь который прошел сейчас в кадре и конечно это зайка это зайчонок смотрите как он лежит отдыхает на травке вот на этом все больше животных сегодня мы вам не покажем на этом наше приключение по московскому зоопарку закончилось надеюсь вам очень понравилось поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки отправляйте естественно друзьям пусть они тоже посмотрят как выглядят разные животные в тепловизор мы с вами прощаемся надеюсь что ненадолго будут еще очень много интересных видео не переключайтесь до скорых встреч